25-е всероссийские соревнования подзюдо, посвященные памяти мастера спорта Николая Анохина и заслуженного тренера Советского Союза Анатолия Хмелева, собрали в Омске более 100 спортсменов из разных регионов страны. Конечно, цифра 25 чему-то обязывает. Когда-то начинали открытые всероссийские соревнования с участием зарубежных команд. Стандарт нынешнего времени и проведения всероссийских соревнований обязывает, чтобы боролись только члены Федерации Дзюдо России, то есть россияне. На сегодняшний момент, на 25-й турнир, это около 120 человек участников, 4 федеральных округа, Дальневосточный, Сибирский, Уральский и Приводский федеральный округ. Особенно высока оказалась конкуренция у мужчин весовой категории до 73 килограммов. Сибирский федеральный округ. В итоге победу здесь одержал частый гость омского турнира из Казани Равиль Бекметов. Также он был награжден специальным призом за лучшую технику. Соревнования довольно-таки сложились не так тяжело, но все равно 73 это такая весовая категория, где очень большая конкуренция, поэтому всегда на каждую встречу настраиваешься и всегда надо бороться до конца. А так по ходу соревнований более такая тяжелая встреча получилась в финале. Парнишка такой очень был интересный. Я думаю, я выбрал правильную тактику и свою схему выдержал. И функционально и физически был сильнее я. Ну и он более моложе соперник. Мне больше опыта помогло выиграть встречу. Омские спортсмены завоевали 11 медалей различного достоинства. Золото юбилейного турнира примерили Наталья Казанцева и Елизавета Негреева. Но Наталья больше радовалась успехам воспитанников, чем своим. Полина Бухмеллер боролась. Она стала второй в 63 килограмма, одна только. Мой супруг, больше он ее ведет. Мы ее в этом году перевели в другую весовую категорию. До этого она в 57 килограмм боролась, выполнила мастера спорта. И вот в этом году мы ее в 63 килограмма перевели. Очень хорошо начала год. Был турнир тоже мастерский в Челябинске. Она там третья стала. Сейчас вот вторая стала. У них очень неплохой вес был здесь. 63 килограмма. В принципе прогрессирует. Молодец. От соревнований к соревнованию лучше и лучше становится.